Редьяр Киплинг, слоненок. Это только теперь, мой милый мальчик, у слона есть хобот. А прежде, в давние-предавние времена, никакого хобота не было у слона. Был только нос, вроде как лепешка, черненький и величиной с башмак. Этот нос болтался во все стороны и все никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь в земле? Но вот в то самое время, давным-давно, жил один такой слон, или лучше сказать слоненок, который был страшно любопытен и кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке и ко всей Африке приставал с расспросами. Он приставал к Страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал, отчего у него на хвосте перья растут так, а не эдак. И долговязый тетка Страусиха давал ему зато тумака своей твердой притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяди жирафу и спрашивал его, отчего у него на шкуре пятна. И длинноногий дядя жираф давал ему зато тумака своим твердым, притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху, а чего у нее такие красные глазки. И толстая тетка-бегемотиха давала ему зато тумака своим толстым, притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие. И волосатый дядя Павиан давал ему зато тумака своей мохнатой волосатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. И что бы он не увидел, что бы он не услышал, что бы не понюхал, до чего бы не дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем и тотчас же получал тумака от своих дядей и тетей. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоеда и приставала, спросил об одной такой вещи, о которой еще никогда не спрашивал. Он спросил, что кушает за обедом крокодил? Все испуганные громко закричали «цссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке Кола-Кола, сидевшей в колючем терновнике, и сказал, мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня, за несносное мое любопытство, и все же мне страшно хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил. И сказала птичка Кола-Кола печальным и громким голосом, «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, там ты узнаешь все». На следующее утро, когда от равноденствия уже ничего не осталось, этот любопытный слоненок набрал бананов целых сто фунтов, и сахарного тростнику, тоже сто фунтов, и семнадцать зеленоватых дыней из тех, что хрустят на зубах, взвалил все это на плечи и, пожелав милому родичам счастливо оставаться, отправился в путь. «Прощайте», — сказал он им, — «я иду к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, и там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил». И родичи еще раз хорошенько вздули его на прощание, хотя он чрезвычайно учтиво просил их не беспокоиться. И он ушел от них, слегка потрепанный, но не очень удивленный, ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Из города Грэм он пошел в Кимберли, из Кимберли в Хамбом в землю, из Хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями, покуда, наконец, не пришел к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной как раз такими деревьями, о каких говорила ему птичка Кола-Кола. А надо тебе знать, мой милый мальчик, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты наш любопытный слоненок никогда не видел крокодила и даже не знал, что это такое. Представь же его любопытство. Первое, что бросилось ему в глаза, был двухцветный питон скалистый змей, обивавшийся вокруг какой-то скалы. «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво, «Не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться». «Не встречался ли мне крокодил?» — презрительно переспросил двуцветный питон скалистый змей. «Нашел, о чем спрашивать». «Извините, пожалуйста», — продолжал слоненок, «не можете ли вы мне сообщить, что кушает крокодил за обедом?» Тут двуцветный питон скалистый змей не мог больше удержаться, быстро развернулся и огромным хвостом дал слоненку тумака. А хвост у него был, как молотильный цеп и весь покрыт чешуей. «Вот чудеса», — сказал слоненок. «Мало того, что мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и мой дядя колотил меня, и моя тетка колотила меня, и мой другой дядя Павиан колотил меня, и другая моя тетка Бегемотиха колотила меня, и все, как есть, колотили меня за ужасное мое любопытство, здесь, как я вижу, начинается та же история». И он очень учтиво попрощался с двуцветным питоном скалистым змеем, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше. Его порядком потрепали, но не очень удивился этому, и снова взялся за дыни, и снова бросал корки на землю, потому что, повторяю, чем бы он стал поднимать их. И снова набрел на какое-то бревно валявшееся у берега, сонный, зловонный, мутно-зеленый реки Лимпопо, окруженный деревьями, нагонявшими на всех лихорадку. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было не бревно. Это был крокодил. И подмигнул крокодил одним глазом. Вот так. «Извините, пожалуйста», — обратился к нему слоненок, чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?» Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки, очень учтиво отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака. «Подойди-ка сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Тебе, собственно, зачем это надо?» «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок, чрезвычайно учтиво. «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и моя долговязная тетка Страусиха колотила меня, и мой длинноногий дядя Жираф колотил меня, и моя другая тетка Толстая Бегемотиха колотила меня, и другой мой дядя Мохнатый Павиан колотил меня, и двуцветный питон Скалистый Змеевый только что колотил меня больно-прибольно. И теперь, не во гнев будет вам сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять». «Подойди сюда, моя крошка», — сказал крокодил, «потому что я и есть крокодил». И он стал проливать крокодиловы слезы, чтобы показать, что он и вправду крокодил. Слоненок ужасно обрадовался, у него захватил дух, он упал на колени и крикнул, «Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что вы кушаете за обедом?» «Подойди поближе, я шепну тебе на ушко». Слоненок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой крокодиловой пасте, и крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой минуты, до этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был ничуть не больше башмака. «Мне кажется, — сказал крокодил и сказал сквозь зубы, вот так, — мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок». Слоненку, мой милый мальчик, это страшно не понравилось, и он проговорил через нос, «Пустите, беденок, беденок очень больно!» «Пустите меня, мне очень больно!» Тут двуцветный питон, скалистый змей, приблизился к нему и сказал, «Если ты, о мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать раз-два-три, как вследствие твоего разговора с этим кожаным мешком, так он величал крокодила, ты попадешь туда, в эту прозрачную водяную струю». Двуцветный питон и скалистый змей всегда говорят вот так. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть, он тянул и тянул и тянул, и нос у него начал вытягиваться. А крокодил отступил подальше воду, вспенив ее, как взбитые сливки тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул и тянул и тянул, и нос у слоненка вытягивался, и слоненок растопырил все четыре ноги такие крошечные слоновые ножки и тянул, и тянул, и тянул, и нос у него все вытягивался и вытягивался. А крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул и тянул. И чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка. И больно было этому носу, ужасно! И вдруг слоненок почувствовал, что ножки его заскользили по земле, и он вскрикнул через нос, который сделался у него чуть не в пять футов длиною. «Да, Водя, оставьте, я больше не могу!» Услышав это, двухцветный питон скалистый змей бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал, «О, неопытный и легкомысленный путник, мы должны поднатужиться сколько возможно, ибо впечатление мое таково, что этот военный корабль с живым винтом и бронированной палубой, так он величал крокодила, хочет загубить твое будущее!» Двуцветный питон и скалистый змей всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил, тянет, тянет, но так как слоненок и двухцветный питон скалистый змей тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка, и крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел, и очень больно ударился, но все же успел сказать двуцветному питону скалистому змею спасибо, а потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом, обернул его холодноватыми листьями банана и опустил в воду сонной, мутно-зеленой реки лимпопо, чтобы он хоть немного остыл. «К чему ты это делаешь?» сказал двуцветный питон скалистый змей. «Извините, пожалуйста», сказал слоненок, «нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким». «Долго же тебе придется ждать», сказал двуцветный питон скалистый змей, «то есть удивительно, до чего иные не понимают своей собственной выгоды». Слоненок просидел над водой три дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. Однако нос не становился короче, и мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми. Потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдышний хобот, точь-в-точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов. К концу третьего дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо. И он сам, не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху. «Вот тебе и первая выгода», сказал двухцветный питон скалистый змей. «Но рассуди сам, мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?» И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянулся хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы, хлопнул им о передние ноги, чтобы стряхнуть с него пыль, и тотчас же сунул себе в рот. «Вот тебе и вторая выгода», сказал двухцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?» «Пожалуй, что и так», сказал слоненок. И сам не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из сонной зловонной мутно-зеленой реки лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды. «Вот тебе третья выгода», сказал двухцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты это проделать своим прежним булавочным носом. И, кстати, что ты теперь думаешь насчет своих тумаков?» «Извините, пожалуйста», сказал слоненок. «Но я правда не люблю тумаков». «А вздуть кого-нибудь другого», сказал двухцветный питон скалистый змей. «Это я с радостью», сказал слоненок. «Ты еще не знаешь своего носа», сказал двухцветный питон скалистый змей. «Это просто клад, а не нос, вздует кого угодно». «Благодарю вас», сказал слоненок. «Я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я приду к милым родичам и проверю мой нос». И пошел слоненок по Африке, забавляясь и помахивая хоботом. «Захочется ему фруктов, он срывает их прямо с дерева, а не стоит и не ждет, как прежде, чтобы они свалились на землю. Захочется ему травки, он рвет ее прямо с земли, а не бухается на колени, как бывало. Мухи докучают ему, он сорвет с дерева ветку и машет ею, как веером. Припекает солнце, он опустит свой хобот в реку, и вот на голове у него холодная, мокрая нашлепка. Скучно ему одному шататься, без дела по Африке, он играет хоботом песни, и хобот у него, куда звонче, сотни медных труб». Он нарочно свернул с дороги, чтобы разыскать толстую бегемотиху, хорошенько отколотить ее и проверить, правду ли сказал ему двуцветный питон скалистый змей про его новый нос. Поколотив бегемотиху, он пошел по прежней дороге и подбирал с земли те дынные корки, которые разбрасывал по пути к Лимпопо, потому что он был чистоплотным толстокожим. Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам. Он свернул хобот в кольцо и сказал «Здравствуйте, как поживаете?» Они страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали «Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за твое несносное любопытство». «Эх вы», сказал слоненок, «много смыслите вы в тумаках, вот я в этом деле кое-что понимаю, хотите покажу». И он развернул свой хобот и тотчас же два его милых братца полетели от него вверх тормашками. «Клянемся бананами!» закричали они. «Где это ты так навострился и что у тебя с носом?» «Этот нос у меня новый и дал мне его крокодил на сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпупо», сказал слоненок. Я завел с ним разговор о том, что кушает он за обедом и он подарил мне на память новый нос. «Безобразный нос», сказал волосатый, мохнатый дядя Павиан. «Пожалуй», сказал слоненок, «но полезный». И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу и, раскачав, закинул в осиное гнездо. И так разошелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родных. Бил он их, бил, так что им жарко стало, и они посмотрели на него с изумлением. Он выдернул из хвоста у долговязой тетки Страуси чуть не все перья. Он охватил длинноногого дядю-жирафа за заднюю ногу и поволок его по колючим терновым кустам. Он разбудил громким криком толстую бегемотиху, когда она спала после обеда, и стал пускать ей прямо в ухо пузыри, никому не позволял обижать птичку кола-кола. Дело дошло до того, что его родичи, кто раньше, кто позже, отправились к сонной зловонной мутной зеленой реке Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку, чтобы и им подарил крокодил по такому же носу. Вернувшись, никто уже больше не давал тумаков никому, и с той поры, мой мальчик, у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь, да и у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех совершенно такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка. Есть у меня шестерка слуг проворных удалых, и все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде, зовут их как и почему, кто, что, когда и где. Я по морям и по лесам гоняю верных слуг, потом работаю я сам, а им даю досуг. Но у меня есть милый друг особо юных лет, ей служат сотни тысяч слуг, и всем покоя нет. Она гоняет, как собак, в ненастье, дождь и тьму, пять тысяч где, семь тысяч как, сто тысяч почему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok